Спасибо, Данна Михайловна. В профилактике нарушения голоса это связано все с моей профессиональной деятельностью, потому что основная моя деятельность, я учитель логопед высшей квалификационной категории, учитель дефектолог, работающий с детьми с аутистическим спектром, с умственной отсталостью, с детским церебральным параличом, задержка психического развития, с моторными авариками, с расстройствами аутистического спектра, то есть дети, у которых нет речи. Второе направление это клинический психолог, то есть я работаю и так же с психосоматикой, с нейрофизиологией, с нейропсихологией. Почему я это все перечисляю? Потому что все эти технологии будут перечислены в моей презентации, то есть я буду говорить о них не умозрительно, от того, что где-то я их прочитала в какой-то книжке, а от того, что я их сама испортила в работе. Третье направление и одно из самых важных, я инструктор по оздоровительной йоге, дипломированный инструктор, диплом выдавала мне в далеком 99-м году Ганна Михайловна, будучи вице-президентом Ассоциации Йоги России, поэтому тоже достаточное количество времени я занимаюсь йогой терапией, как с детьми, так с взрослыми. И миофункциональная терапия — это терапия наших пастей, мышц, это артикуляционный аппарат, и в частности нарушение аномальной прикуса и их коррекции. Понятно, да? Для чего все это я здесь выставила? Ну, начнем. Я сегодня в ходе презентации кратко перечислю именно те технологии, которые буду подробно рассматривать в ходе мастер-класса, потому что время ограничено, и хочется просто представить, о чем вообще можем мы поговорить, и в дальнейшем, чтобы вы, если не планируете посетить мастер-класс, сформировали свои запросы, о чем могли бы мы поговорить в подробнее в ходе мастер-класса. Итак, читать все умеют. Мы хотели остановиться на этом слайде. Согласно классификации Международного союза паниаторов существуют три группы лиц, или так называемых ключевых профессий. Это профессии с чрезвычайно высокими требованиями к голосу, характеристикам голоса. Это певцы-сористы, певцы-харисты, актеры, артисты, дикторы радио и телевидения. Понятно, что здесь мы должны иметь дело и с дикцией, и с именно голосом. Потому что если идут фамиатрические нарушения в голосе, то, естественно, человеку этот профнеприводен. Если голос не подсой, если голос недостаточно модулирован, тихий, низкий, либо тембр есть такой нерадиофоничный, то, соответственно, человек не подходит на эту профессию. Профессии с высокими требованиями к качеству голоса. Это преподаватели, профессиональные ораторы, к коим мы с вами относимся. Кто здесь выступает часто, лекции читает. Я преподаватель, тоже читающая лекции. Переводчики, телефонисты, учителя, воспитатели, логопеды, дефектологи, психологи и так далее. И профессии с повышенными требованиями. Это лица, качество голоса которых предъявляют в то же требования. И работают в шумной среде. Адвокаты, судьи, врачи, войсковые командиры, офицеры, баборщики, да, уже может быть, сержанты. И недавно тоже был разговор. У меня приятельница есть терапевт. Как раз о волости. Она то же самое сказала мне, что, представляешь, в течение дня говорю, 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 голосов со всеми лет постоянно меня мочит, говорит, казалось бы, врач, но она сидит себе в кабинете, разговаривает под с пациентом, не громко, не на повышенных тонах. И опять же мы видим, что одна относится к категории профессии, ведь, да, которые предъявляются требования голоса. То, что, извините, если вы придете к врачу на прием, а с вами, говорит, человек без голоса, то вы элементарно ничего не услышите. Часто у представителей речевых профессий возникают различные заболевания гортани. В основном, кларингиты, вследствие чего? Чрезмерная голосовая нагрузка. Вообще, по норме, больше шести часов в день непрерывно говорить нельзя. Колоссальное оказывается воздействие на голосовой аппарат. Поэтому, как правило, рабочий день у лиц речевых профессий, таких, например, как логопеды, дефектологи, регламентирован в государстве на 4 часа. Повышенная голосовая нагрузка плюс оформление документации. Дальше. Неправильная техника голосоведения и дыхания. Опять мы говорим о дыхании. Речь на твердой атаке. Что такое твердая атака? Это подача голоса, это работа голосовых связок. Я могу сейчас вам мягкую атаку показать и твердую атаку. Примерно мягкой атаке я говорю «Мама». Мягкая атака. Твердая атака «Мама». Я резко смыкаю голосовые связки. И получается, я то ли кричу, то ли я резко говорю, но колоссальное возникает напряжение в голосовых связках. Дальше. Проблема нарушения, грубо нарушения гигиены голоса. Это чрезмерная громкая речь. Речь на очень высоких, неизвольственных голосах тонах. То есть ваш голос низкий. Вы пытаетесь разговаривать все время для чего-то, для каких-то вам нужных целей. Вот таким вот голосом, например, чтобы мужчине понравиться. Естественно, ваш голос испытывает эту нагрузку, потому что это неизвольственная вам красота. Форсирование в шумной обстановке. Когда мы находимся в шумной обстановке, естественно, мы пытаемся кричать, перекричать, чтобы нас было слышно. Напрягаются голосовые связки. Дальше. Прессональные вредности. Это большая аудитория воздействия пыли, шумная среда. Психомостональные стрессовые факторы. Не все лица хорошо приносят публичные выступления. Все мы разные. Кто-то чувствует себя во время выступления, как рыба в воде, а для кого-то это большой-большой стресс. Хотя человек умнейший, имеет прекрасный практический опыт, но выступление для него это очень большой стресс. Поэтому человек волнуется, срывается, ему хочется пить, у него возникает степа из голоса, и, в общем-то, можно даже потерять голос. Частые простудные заболевания, экстремальные температурные условия, холод и тепло. Обычно артисты профессиональные очень любят выступать на открытых сценах на улице. Почему? Потому что как раз это вредное воздействие. Это и холодовые, и шумовые, и пыль, и загазованность, и, в общем-то, пиротехника, которая используется там при постановках. Это все влияет на голос. В большинстве случаев отмечается сочетание этих факторов. Часто связки заставляют работать слишком много, или работать неправильно. И это приводит к тому, что они чрезмерно сокращаются. И через некоторое время у нас начинается, не годоверно у нас, у лиц, которые так эксплуатировали вещи, одна из своей связки, начинается крепотание лорингии. Лорингии — это вообще профессиональные заболевания у лиц речевых профессий. Даже показуются у некоторых представителей лечевых профессий необычных связок. Особенно, вот я приводила уже пример, прошлый раз, когда выступала. Все знаете, да, тату группу, знаете, что случилось с солисткой с одной, с Юрией Волковой. Да, из-за того, что подвергались чрезмерной нагрузке голосовой связки, сначала образовались узелки, затем у нее была онкология как раз на голосовой связке. То есть человек перенес операцию, человек потерял голос, человек восстанавливал голос. Сейчас она, конечно, выступает, но того голоса, который был, и который нещадно эксплуатировали, уже нет. Дальше смотрим. Это у меня работает. Почему-то не работает. Сейчас, секундочку. Ахалай-махалай. Давайте. Ага. Может, выключить? Нет, не работает. Может, отключили на пульсе? Может быть, сейчас посмотрите. Он должен загореться, да? Вот, я переключила. Все? Ага. Хорошо. Ну и перейдем у нас, собственно, к комплексу здоровья, сберегающих технологий, потому что говорить можно много, рассказываю всякие ужасные, странные, страшные, интересные истории. Но хочу сказать, что я здесь собрала современный комплекс здоровья, сберегающих технологий, как официальной медицины, так и нетрадиционной медицины. Это традиционная медицина, да. Некоторые даже есть народные медицины. Потому что цель этих технологий — это профилактика нарушений голоса. Итак, я кратко, по две минуточки, наградую технологию. Что заинтересует в ходе мастер-класса, мы вам подробнее рассмотрим. Технология работы с пальцами рук. Это пальчиками гимнастика, которая широко распространена в детских и дошкольных учреждениях. Сейчас очень много выходит литературы на эту тему. Очень много пишется в интернете, на форуме мамочек. О развитии мелкой моторики. И предлагаются разные вот такие варианты. Пальчиковые игры — это еще и игры из Китая. Работа с пальцами. Естественно, массаж пальцев. Естественно, су-джок-терапия. Кто знаком с су-джок-терапией? Су-рука, джок-стопа. Это работа с проекцией тела на руках и на ногах. Вот здесь вот такая интересная картинка я вам подобрала. Почему так важно работать с пальцами рук? И это вот человечек, фрагмент человечка Пенфилда, это раньше было такое направление, локализационизм, 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 психология, когда считалось, что за каждую психическую функцию отвечает определенный участок мозга. И если мы здесь посмотрим, то мы видим вот пальцы, мизинец безумянный, средний указательный, большой, шея, рот, губы, челюсть, и вот она локализация, вот голос. То есть они находятся в теменной доле головного мозга абсолютно рядом. Поэтому работа с пальцами очень важна. Пальчиковый гимнастика. Здесь представлены разнообразные методы. Можно использовать китайские шарики, можно использовать леские орехи, можно использовать самомассаж. Вот детский вариант пальчиковой психогимнастики. Хотите, проведем? Давайте. Давайте. Давайте, чтобы было нецелеть. Так. Мышка в норку пробралась. Пальчики в щепотку собираем. Так. На замочек заперлась. Пальцы в замок и слегка покачиваем. Так. В дырочку она глядит. Глядим? Что там написано? На заборе просидит. Ушки. Ну, полные руки у меня гаджетов, поэтому мы тут самостоятельно. Хорошо? Пальчиковая игра вот здесь девочки нарисуют. Массаж пальцев. Два слова. По поводу массажа пальцев. Я специально выбрала такой слайд. Почему? Сейчас очень много предлагается вариантов использования различных приспособлений при массаже пальцев. Я признаю массаж пальцев только собственными руками. То есть, руками, ручной. Почему? Рассказываю. По порядку. Используются часто в детских учреждениях прищепки. Вот, давайте мы прищепками каждый палец. Вот мы... Ну, во-первых, прищепки бывают разные. Во-вторых, детские пальцы бывают разные. Детих чувствительность кожи бывают разные. И как мы можем контролировать работу прищепки и пальцев и соотнестить их с тем, чтобы не навредить лигам. Это механическое приспособление. Я против. Второй вариант. Пять минут. Так, хорошо. Шарики разнообразные. Кольца, суджок, шарики. То же самое. Не все могут ими пользоваться. Малообученные хорошо мастеров. Какие-то элементы взяли в интернете и начали тут же проводить. Причем, это внедряет поголовно, не зная ни техники, ни технологии, ни правила работы. И вместо здоровья нанесли только вред. А у нас главное правило не навредить. Массажные, не массажные, зубные щетки, гигиена, ворсинки, куда забивается пыль и грязь и тому подобное. Следующие. О суджок терапии мы можем поговорить на мастер-классе подробно. Я расскажу. Нейропсихологический комплекс это вторая категория методик. Почему нейропсихологический? Потому что голос связан с первым и третьим функциональным блоком мозга по Александру Мури. Первый блок отвечает за бодрствование, поддержание тонуса и бодрствование. Это подкорковые структуры. Третий блок это регуляция, произвольная нашему проведению планирования и это лобные доли головного мозга. Здесь нам подставлен нейропсихологический комплекс упражнений, которые мы с вами тоже можем прекрасно разучить на мастер-классе. Зеркание, рисование, это у нас змейка. Дыхательные техники тоже очень важны. Дыхательные техники мы можем рассматривать здесь позиции йога-терапии на мастер-классе. Если вам захочется акцент сделать на йога-терапии, можно рассматривать конкретные дыхательные упражнения именно для профилактики нарушений голоса. Артикуляционная гимнастика. Так как я много лет работаю, больше 25 лет логопедом, естественно, артикуляционную гимнастику в полном объеме я вам могу представить. мы ее с вами можем сделать и найти упражнения, которые помогут нам, вот здесь они перечислены, кратко на слайд, снять напряжение на тяжелое звезд. Точечный массаж тоже интересный вариант. Представлены на слайде точки. Я часто его использую, когда работаю с безречивыми детьми или с детьми, имеющими дезортический компонент, либо степку формы или с детьми, имеющими детский серебральный паралич, у которых обнаблюдается порезы лицевых и артикуляционных мышц, порезы параличей, либо параличность, то есть мышца мяная, расслабленная и неработная, либо спастика. Спастика – это напряжение, спастичность устранения, которое нам доступно с помощью точечного массажа, артикуляционного массажа. Вот музыкально-психологический массаж тоже как вариант. Люди слушают музыку, во время этой музыки вспоминают свои какие-то негативные переживания, затем музыка приключается, и люди в общем-то расслабляются. Кстати, во психосоматике, как еще писал Франц Александер, бархиальная астма – это подавленный плач. То есть, когда ребенок не может плакать, ребенок не может высказать свои стены на отношения, у него развиваются заболевания дыхательных путей, мы все знаем вишутха, это голосовая чакра, и, соответственно, если она начинает плохо работать, если мы обратимся к йогатерапии, к восточной медицине, то, естественно, возникают у нас хронические хорингиты, то есть, причинами надо разбираться с разных точек зрения. Скоро-говорки или вот рецепты здорового голоса под конец моей презентации, да, сколько у меня? есть еще минутка? И вот на рецепте здорового голоса здесь народная медицина очень хорошо помогает, вот четвертый рецепт, я его использую, мякоть половины лимона превратить в кашицу, добавить столовую ложку меда, подержать порту и проглотить. В общем-то, продукты доступные, вкусные и действительно работают. Это рецепт пивины солистов более не пятницкого, которые облагают прекрасными голосами. И вот еще пятый у нас рецепт, это дома композитора Лигули предлагала 400 градусов трубей залить полуторами стаканами кипятка дать трубам, осесть на дно, набухнуть хорошенько, воду слить, массу добавить мед опять-таки 3 столовые ложки все и пить в течение дня пол ложки. Сейчас предлагают сразу препараты, даже гомеопатический, гомеовокс для восстановления голоса, но я все-таки предлагаю воспользоваться народными рецептами. Дальше здесь предлагаются смесь трав, тоже есть на сайте, есть на стенде, цветки ромашки аптечные, эвкалифт, ноготки, смешать в разных пропорциях, задеть тримостальными ритами кипятка, кипятить две минуты, 40 минут настоять и полоскать горло. Причем вот обратите внимание вот здесь ниже, когда вы полощите горло, вы когда получите воспроизводите следующие звуки а-э-и-о-у а-э-и-о-у да, когда получите почему о-у последнее, потому что там разная у нас идет степень глобализации, вытягиваем гул, поэтому точно такая последовательность. Будьте здоровы, благодарю за внимание. Мой мастер-класс, который сегодня состоится 16-15 наверное в этом зале, называется практические аспекты про филактики нарушений голоса. Так что приглашаю, технологии перечислила, выберите для себя то, что вам интересно, что ему попросить есть. Хорошо, да? Скажите, почему оперные певцы когда поют, они рожу строят, я вас дубжал и такая оружие ну, оперные певцы, у нас тема нарушения профилактики, профилактика нарушения голоса, ну, первое, оперные певцы, они актеры, и они должны гордескенно показать эмоцию определенной на сцене. Гротески, они бывают даже противоположные, они не могут сделать расслабленное лицо. Здесь, у нас на мастер-классе, кстати, будет вокальное упражнение, я здесь не помню паралитского там как раз с этим связано, там есть упражнение «Страшная сказка», и мы его попробуем. Это все помогает работать с мышцами. Да, все остальное на мастер-классе, оттуда. Все, пожалуйста, приглашаю, проходите, спасибо за внимание. Спасибо.